Добрый вечер! В эфире Весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Территория всей страны для нашей республики, безусловно, является одним из самых главных, подчеркнул руководитель региона. По итогам проведенной работы в Карачаево-Черкесии в план график до газификации вошло 3053 домовладения в 95 населенных пунктах. Сегодня газовая инфраструктура уже доведена до 2913 домовладений, что составляет 123% от плана реализации на 2021-2022 годы. При этом создана техническая возможность для подключения еще почти 3000 домовладений. На 2023 год мы запланировали до газификации еще 3500 домовладений. В регионе действует программа предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусматривающая компенсацию затрат, связанных с приобретением газового оборудования. Кроме того, принято решение субсидировать из республиканского бюджета проведение работ по строительству газопроводов внутри земельного участка всех без исключения заявителей. И сегодня же Рашид Тимрезов принял участие в итоговом заседании, которое провел полпредпрезидента России ВСКФО Юрий Чайко. В числе обсуждаемых тем вопросы реализации в 2022 году национальных проектах в субъектах округа, а также принимаемые в регионах меры по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В своем вступительном слове Юрий Чайко отметил, что уходящий год привнес в общую работу определенные сложности, связанные с внешним давлением и экономическими санкциями со стороны недружественных государств. Но, несмотря на объективные трудности, субъектам округа удалось добиться положительной динамики в работе. По сравнению с предыдущим годом выросли показатели контрактации и кассового исполнения. Это отмечают и в правительстве РФ и в федеральных министерствах. Приятно, что Карачаево-Черкесия названа в числе лучших регионов по оценочным показателям качества реализации национальных проектов как по округу, так и в масштабах страны. Сегодня в преддверии Нового года во Дворце культуры города Черкеска состоялась торжественная церемония награждения. Награды вручили 35 жителям республики за особые заслуги в трудовой и общественной деятельности. Альбина Ламкова продолжит тему. В приветственном слове к виновникам торжества обратился председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов. Он отметил, что уходящий год был непростым. Перед нашей страной были поставлены новые задачи, требующие консолидации всех институтов гражданского общества. Многонациональный народ Карачаево-Черкесии поддержал все решения нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путина. Благодаря поддержке правительства и президента Российской Федерации в уходящем году под знаком столетия государственности Карачаево-Черкесской республики было реализовано большое количество мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. Затем Мурат Аргунов, поздравив всех с наступающим Новым годом, приступил к церемонии награждения. Среди тех, кто достоин высоких наград – деятели науки, образования, промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения. Особые слова благодарности звучали для тех, кто достойно и мужественно выполняет свой воинский долг по защите Российской Федерации и обеспечения безопасности наших граждан сотрудникам спецподразделений территориального управления Росгвардии. Медаль Жукова получил Давид Шайдаев. Сегодня я получил медаль Жукова из рук председателя правительства. Очень горд, что так высоко оценили мою службу. Вручили заслуженные награды людям спорта, сельского хозяйства, государственной и муниципальной службы культуры. Певец и автор песен Ислам Итляшев тоже был достоин звания. Заслуженный артист Корчаева Черкесии. Через несколько месяцев его поклонников ждет очередной хит, поделился Ислам, говоря о своих творческих планах. После Нового года выйдет у меня альбом, самую ядерную песню я приготовил на май месяц. Эта награда для меня очень серьезная, очень весомая и очень благодарен, во-первых, своей родной республике. Другу и коллеге Ислама Итляшева, с которым он выступает сольно, султану Лагучеву, тоже присвоили звание заслуженный артист Корчаева Черкесии. Безусловно, это значимая награда. Я очень рад, что получил эту награду. Спасибо моим братьям, которые рядом всегда. Вот Ислам, который втянул меня в шоу-бизнес. Знаете, уже энтузиазм какой-то родился и тоже начал газовать по полной. Я желаю нашей республике процветания, всей России процветания. После официальной части для всех гостей торжества артисты Государственной филармонии республики представили музыкальные номера. В их исполнении прозвучали патриотические песни, воспевающие красоту и любовь к родине. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Сегодня в России отмечают День спасателя. Сотрудников и ветеранов спасательных служб Карачаева Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Трудно переоценить людей, которые ежедневно, рискуя собой и своим здоровьем, спасают человеческие жизни. Эта ответственная работа требует не только высокой квалификации, физической подготовки, но и мужества, силы духа и отваги. Карачаева Черкесия – это туристический уголок России, где наравне с живописной природой равнин гости республики могут столкнуться с риском для жизни на заснеженных склонах Кавказских гор. Жители и гости республики не раз в трудные минуты получали высококвалифицированную помощь от спасателей региона. Искренне благодарю сотрудников и ветеранов службы за годы добросовестной работы. Десятки спасенных человеческих жизней во время чрезвычайных ситуаций. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1-3, а днем 5-7 градусов выше нуля. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами. Всего от 10 680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 92 0. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. Депутат Госдумы Джашарбек Узденов передал в волонтерский центр «Единая Россия» тепловизоры и тепловые пушки для отправки нашим военным в зону СВО. Напомним, с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» помогает эвакуированным жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также тем, кто остался жить в этих регионах во время боевых действий. Партия открыла на новых территориях десятки центров гуманитарной помощи. В них работают сотни волонтеров и медиков и специалистов из России, чтобы помогать всем необходимым. В роли Дедов Морозов и Снегурочек депутаты парламента Карачаева-Черкесии во главе со спикером Александром Ивановым. Члены правительства, руководители различных ведомств и служб, а также общественные деятели и многие другие исполнили желания детей Карачаева-Черкесии, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Стартовала традиционная акция «Елка желаний». Она стала связующей нитью между заветными мечтами ребят из социальных учреждений республики и исполнением их желаний. Смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы, игрушки, самокаты, различные игры и наборы украшений для девочек – все это получат дети к Новому году благодаря неравнодушным и заботливым взрослым. Новый год – праздник волшебства и исполнения желаний. Пусть подарки принесут детворе много радости, незабываемых впечатлений и веру в добро, отметили участники акции. Подарки к Новому году получили самые умные школьники Карачаева-Черкесии. Торжественная церемония награждения победителей всероссийских конкурсов и олимпиад состоялась в Центре дополнительного образования города Черкеска. Отличившиеся получили грамоты и ценные подарки, а еще их ждала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Подробности у Али Баташева. Каждая награда найдет своего героя. Победа возможна не только на полях сражений и спортивных состязаниях, но и в знаниях. Поэтому местом проведения церемонии был выбран Центр талантливых и одаренных детей Черкеска. Свою заслуженную награду за победу в республиканском этапе конкурса «Большая перемена» получила Леана Лепшокова. Ей первые вручили диплом Министерства образования, новый смартфон. Но это еще не все. В качестве приза у нас большая премия президентская в размере 1 миллиона рублей, а также 5 дополнительных баллов к ЕГЭ. Я выиграла в счет того, что составляла в команде проекты. Проекты государственной важности, различные сферы. Это образование, экология, спорт. Подарками довольна, нет? Ну, конечно, довольна. Это очень хорошие подарки. Я благодарю платформу «Россия – страна возможностей» за то, что у нас действительно есть возможности. Левона Ваян написал сочинение про юнармию. Жюри конкурса «Россия – страна возможностей» по достоинству оценили его труд. Я написал свое сочинение про патриотизм, потому что каждый должен чтить свою страну и ее защищать любой ценой. Я думаю, это должно начинаться с самого детства, с первого класса, чтобы чтить свою страну, защищать ее и не давать в обиду. Все награды победителям и призерам республиканского этапа всероссийских конкурсов «Большая перемена. Россия – страна возможностей. Вместе ярче!» и других лично вручила министр образования и науки Крачева-Черкесии Инна Кравченко. Я хочу пожелать впереди у нас с вами зимние карибулы, чтобы они у вас прошли весело, эффективно, продуктивно, чтобы вы хорошо отдохнули, оздоровились и полные силы энергии приступили к третьей, самой длинной четверти. Всем нам и нашим родным я хочу пожелать мирного неба на голову, здоровья и новых успехов по достижению 2023 года. Спасибо вам, ребята, за ваши успехи и достижения. Кроме грамот и ценных призов, всех участников торжества ждал сюрприз – встреча с Кащаем Бессмертным, Баба-Ягой и ее внучкой-еженькой, мечтавшей завести новых друзей. Силы зла отступили перед добрым волшебством Деда Мороза и Снегурочки, подарив детям надежду на исполнение желаний в новогоднюю ночь. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В сети «Пятерочка» теперь можно заказывать продукты онлайн с доставкой прямо домой. На территории Черкеска запустился сервис онлайн-заказа «Пятерочка-доставка», который позволит сэкономить драгоценное время. Альбина Курачинова-Кенжева узнавала подробности. Заказать продукты и товары для дома через новый сервис максимально просто. Необходимо иметь банковскую карту и приложение «Пятерочка-доставка» на смартфоне. Клиент создает в приложении заказ, который поступает в магазин «Пятерочка». Сотрудники торговой точки быстро и аккуратно соберут его, проверив срок годности продуктов. Выберут самые свежие фрукты и овощи, как для себя. Затем весь собранный заказ передается курьеру. «Наш покупатель получает продукты в течение 45 минут после заказа с магазина. Наш товар всегда качественный, свежий, имеет большой срок годности. Цена магазина не отличается от товара на полке. Весь товар доставляется вовремя, соответственно, с таймингом». Стоимость доставки каждого заказа фиксированная и составляет 99 рублей. При этом вся оплата проходит онлайн, сразу же при заказе в мобильном приложении. Курьер привезет покупки в течение 45 минут прямо до двери. Таким сервисом уже воспользовалась пенсионерка Таисия Первакова и делится своими впечатлениями. «Очень удобная услуга, особенно для нас, пенсионеров. Вот такую погоду не всегда выйдешь за продуктами. А заказал в течение получаса, нам уже доставили прямо до двери. Поэтому я хочу сказать спасибо». Руководство торговой сети уверены, такой сервис станет популярным среди жителей и сделает покупки комфортней и выгодней. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаева. Черкисия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Дама с собачкой». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин